В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии я и ведущий Александр Гурарье. Как встречает коронавирус, если можно так выразиться, встречает в различных странах мира. Мы продолжаем эту серию. Мы беседовали с Францией, мы беседовали с другими странами. И сейчас мы в Кишиневе, Молдова. На связи с нашей студией Елена Пахомова-Левицкая, сотрудник, журналист НТВ Молдова. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Как самочувствие у команды НТВ Молдова? Вроде бы никто не читает. Слава Богу, в карантин тоже никто не попал. Хотя на других телеканалах случались ситуации, где контактировавшие с пассажирами, прилетевшими из Италии, и журналисты, операторы, доктора были на некоторое время помещены на карантин. А как вообще обстановка? Что у вас происходит? Какие меры принимаются? Ситуация, знаете, люди, они везде люди, вне зависимости от границ. Наверное, вот такая ситуация как раз обостряет все, что есть в человеке. Человек, который хорош, он становится лучше. Человек, который плохо, в нем поднимается все то, что бурлит. Невидимая глазу. Сначала, конечно же, никто не верил в то, что вообще когда-то из Китая, потом из Италии, до нас доберется коронавирус. Потом началась истерика, потому что первый случай у нас был зарегистрирован 7 марта, то есть такой подарок в кавычках женщинам к 8 марта, который у нас отмечают. Эта женщина прилетела из Италии, при том она буквально прорывалась на этот борт самолета. В Италии тоже долгая такая история, то ли поставили, то ли не поставили диагноз. В общем, фактически, наверное, у нее шансов выжить там не было, потому что очень много побочных заболеваний, хронических заболеваний, с ней действительно врачи с нее сдувают пыли сейчас. Вроде как ей становится все лучше и лучше. Но у нас в чем проблема нашей страны? В том, что очень много людей работает в Италии, и именно в качестве обслуживающего персонала с пожилыми людьми. Соответственно, это близкий очень контакт, и все эти люди потеряли, очень многие потеряли работу, и они начали рваться домой. Здесь шли дискуссии, продолжаются дискуссии, позволят ли людям возвращаться на родину, или пусть они пересидят где-то. Но чартерные рейсы практически каждый день прилетают в Кишинев, это единственный аэропорт в нашей республике. И принимают, людей принимают, всех просят две недели соблюдать карантин. К огромному сожалению, не все это соблюдают. Введены очень большие штрафы, это десятки тысяч леев, ну, это около тысячи евро. На них накладывают, у нас уже несколько десятков было, на вчерашний день 80 было штрафов, это и экономические агенты, и физические лица. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, аптеки, бытовой химии, как мы их раньше называли. Открыты сейчас тоже магазины с семенами, потому что мы аграрная республика, с тем, что нужно для сельского хозяйства, и с автозапчастями. Вот это то, что работает. Пытаются максимально людей перевести на удаленную работу, у кого это возможно. И со вчерашнего дня, точнее, сегодняшнего дня, ужесточены с 25 марта, ужесточены меры для пожилых людей. Люди старше 63 лет, а это у нас такая очень активная, бойкая часть населения, они, в отличие от детей, которые сидят дома, бабушки, дедушки у нас гуляли по дворам, и у них сейчас исключительно, они имеют право ходить только в аптеку, только за продуктами, и если кому-то необходимо оказать помощь. Потому что те же социальные работники, у нас люди пожилые, и они по долгу службы помогают таким же, точно в том же возрасте людям. Вчера на улице были выведены военные машины, люди несколько испугались. Молдова, не Израиль, при виде военной техники людей опешили некоторые, была даже такая волна возмущения, потому что было оружие машины, но к вечеру ее убрали. Но с сегодняшнего дня военные машины патрулируют вместе с полицейскими уже населенный пункт в нескольких районах, там, где основные вспышки. Так, а передвижение разрешено? Ну, то есть, допустим, гражданин может на своей машине поехать куда-то, или стоят блокпосты? Нет, блокпостов нет, но есть несколько населенных пунктов, которые перекрыты движения. Например, мы сейчас не можем просто так въехать на левый берег Мостра, в Приднестровье. И оттуда люди тоже могут выехать, только заполнив определенные бланки. Но рекомендуют не ездить далеко, оставаться в своих населенных пунктах. Но мы такой народ тоже южный, темпераментный, мы очень любим шашлыки. И вот все выходные проходили под эгидой, давайте пройдемся в парке, пообщаемся, очень многие же приехали из-за границы, давайте пообщаемся со всеми друзьями. И вот эти встречи, вечеринки, дни рождения стали очагами инфекции. Много людей инфицированных из-за излишней общительности. Скажите, пожалуйста, люди, которых сейчас отправляют, скажем так, в вынужденный отпуск, да, это как-то оплачат? Есть какие-то регламентирующие документы? То есть есть какая-то компенсация бизнесам, которые закрылись по естественным причинам, там мелким магазинам, прежде всего меня интересует, конечно, малый бизнес, то есть там крупные какие-то корпорации, наверное, решают свои проблемы по-другому. Молдова страна бедная, ну, вы это точно знаете, потому что многие граждане Молдовы работают и в Израиле в том числе. Поэтому большой финансовой подушки для помощи нет и поддержки. И сейчас правительство работает в экстренном режиме, а у нас, для нас эта ситуация впервые такая, но единственное, то, что помнят... Да, но вот в 70-м году была вспышка холеры в Одессе. Да, от нас это очень близко, поэтому здесь тоже был объявлен в Кишиневе карантин. У нас правительство работает в режиме «сегодня принимаем на сегодня». Каждый день выходят новые распоряжения, по крайней мере, есть снижение для некоторых видов предприятий налоговой ставки. Есть, отсрочили выплату, рекомендуют банкам отсрочить выплату кредитов. Не рекомендовано, а уже отсрочена сдача налоговых деклараций, что тоже у нас воплотворение, потому что подпись электронная не у всех есть. Но, понимаете, все предусмотреть сразу невозможно. И, конечно, много критики в отношении правительства. Почему вы все не сделали сразу? Но я не знаю, наверное, ни одно правительство в мире, которое могло бы предусмотреть все и сразу. И малый бизнес у нас пока держится. Очень многие отправили людей, те, кто могут работать по удаленке, но никто не знает, как долго это будет длиться. И как долго любое государство сможет помогать своему бизнесу. Да, но, к сожалению, эта ситуация довольно-таки известная. В общем-то, все сейчас через это проходят. Скажите, а что происходит в медицинских учреждениях? Есть ли у вас какая-то спецподготовка? Я подразумеваю, какие-то специальные изоляторы, специальные больницы или какие-то другие помещения, которые выделяются для тех, кто, скажем так, легко переносит коронавирус, потому что те, кто переносит тяжело, там, понятно, нужна больница, нужна, так сказать, реанимация, не дай бог, или там. Ну, в общем, серьезные усилия. А те, кто проходит, так сказать, легко или в средней степени тяжести? У нас сейчас есть такая градация, кто может обращаться и кого просит остаться на дому. Но любое подозрение на наличие коронавируса подразумевает госпитализацию. Вы тоже прекрасно понимаете, что некоторые переносят так его, что это невозможно понять. Это грипп, это что-то другое, это просто острое респираторное заболевание. Поэтому пока у нас госпитализируются все, у кого выявлен коронавирус. Все до единого. Они все выдерживаются в определенное время в нескольких больницах. Больницы называются стратегическими. Это обычные лечебные заведения, учреждения. Но мы последующие Советского Союза. Так что вы точно прекрасно знаете, как выглядите больницы. Хотя везде в Кишиневе, по крайней мере, сделан ремонт. Если изначально было предусмотрено несколько больниц, это были три больницы в Кишиневе, то сейчас уже увеличивается их количество, те, кто может принять. Но существует четкая градация, куда идут тяжелые больные, куда средняя степень, где дети, где родители. Но уже готовятся учреждения и по республике. Потому что на данном, надо это признать, это негативная такая ситуация, это наше упущение в стране. У нас весь центр интеллектуальный, медицинский, собран в Кишиневе. Все самые серьезные операции проводились здесь. Но знаете, что интересное получается? Сейчас такая ситуация, оказывается, коронавирус объединяет. И проблемы здравоохранения, левый берег и правый берег решают вместе. Террасполь и Кишинев. Все тесты проходят в кишиневских лабораториях. Да, людей госпитализируют из Приднестровья в Слободзее. Но врачи, вот это отрасль, в которой никто не ссорится. Потому что понимают, что на кому жизнь людей. Ну, это как бы, в общем-то, самая, пожалуй, положительная новость, которую, так сказать, мы услышали. Ну и, собственно, подобные новости мы слышим сейчас от многих. Потому что, действительно, перед общей угрозой, так сказать, становятся, мельчают другие, так сказать, трения и разночтения. Спасибо большое, желаем вам удачи. Я так понимаю, что вы чуть-чуть отстаете от нас где-то на недельку в плане всех мероприятий и, к сожалению, в плане выявления больных коронавирусом. Будьте здоровы и, так сказать, старайтесь поменьше вступать в контакты. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Продолжаем выпуск. Оставайтесь с нами.